Аль-Ан, аль-Мусульманин, допустим, сейчас хочет обучить людей единобожию и фикху. Во-первых, он должен начать то, в чем он убежден на 100%, этому он должен обучать людей. Он не должен выходить за рамки слов ученых и книг, которым есть доверие, то есть которым можно доверять. Эти книги, книги великих имамов, мы ищем себе имама, религии которой и знаниям которого мы доверяем. Мы берем книги именно их от того, что они имамами являются. Будет это книги в вопросах акида или в вопросах фикха. И мы обучаем их людей. Обучаем людей для того, чтобы люди возвращались к этим великим имамам. Не дозволено нам распространять людей, которые призывают к лужи или же к новым словам. Даже если эта книга, книга связана с языком арабским. Допустим, если автор этой книги противоречит Ахли Сунна Принесом Сунны. Это что касается языка. А что тогда говорить о тех, кто распространяет некоторые книги по фикху тех авторов, которые противоречат Ахли Сунна в Акиде? Потому что, может быть, люди сейчас начнут изучать книги его по фикху, а потом это обернется тем, что они начнут читать его книги, которые он написал по Акиде противоречия Ахли Сунна. Разве нету среди Ахли Сунна, кто говорит о фикхе? Нет, мы должны возвращаться к книгам, которые написали имамы, достойные доверия, с привержцев Ахли Сунна. У нас есть некоторые, допустим, имамы, в которых вообще изначально никакой религии, как, допустим, те, кто распространен коммунизм. То есть, те места, где люди жили и понятия не имели, не слышали ни про ханафийский мазаф, ни про шафийский мазаф. То есть, как я пришел к этому месту и открыл кутуб, кто вставил в фикхе Ахли Сунна, и он не был в Акиде от Ахли Сунна? И как после этого кто-то может отправляться в те места и распространять там некоторые книги некоторых людей, которые относят себя к Мазабу Абу Ханифа, при том, что сам этот человек противоречит своих убеждениях Ахли Сунна? Да, говорит, ученые, да смеются на ним Аллах. Считались с этими четырьмя имамами и назвали их имамами Ахли Сунна. И любовь к этим четырем имамам является проявлением веры. Однако мы должны быть в середине, не должна быть крайность в середине. Мы не имеем права говорить, что Абу Ханифа сказал истину, а пророк ошибся. Мы ни в коем случае не имеем права поносить Абу Ханифу, он является одним из имамов в исламе. Мы должны считаться с его достоинством. Однако основой является то, что если мы хотим обучать людей религии, мы их должны обучать из Курана и Сунна. В тех местах, где уже распространился Маза Абу Ханифа, если мы возвращаемся в эти места, то мы говорим о истории Абу Ханифа, о его биографии, о любви к нему и о том, что не надо проявлять крайность любви к Абу Ханифу. Должны предостерегать и обращать внимание людей на то, что они не должны слепо следовать за имамов. То есть, когда человек оставляет четкий и ясный текст из Курана и Сунны и берет за слова Абу Ханифы, говорит имам Абу Ханифа, недоволен. Или же берем, допустим, книги некоторых авторов, которые противоречат Абу Ханифе в своей основе его убеждениям. Этот человек простой, который делает подобное, если заболеет, не идет кому попасть. Как же тогда он хочет лечить людей книгами тех авторов, которых мед с ядом перемешан? Мы должны обратить особое внимание на эти вопросы, не должны в крайность продать, либо излишивать, либо проявлять халатность. В Аллаху Ану.